В Печоре прошел муниципальный этап конкурса «Лучший призывник». Участие в нем приняли пятеро юношей. Мы уже знаем, кто показал лучший результат и представит наш муниципалитет на республиканском этапе конкурса. Этот конкурс – счастливый билет для призывников. Победитель получает возможность не только представить свой город на республиканском этапе конкурса, но и выбрать войска, в которых хочет служить. Иначе за него этот вопрос решит сам военкомат. Этот конкурс у нас проходит ежегодно. Единственное, что на базе нашей школы он проходит впервые. Но в прошлом году мы проводили такой конкурс, муниципальный этап. У нас выиграл Корякин Влад, который впоследствии выиграл республиканский конкурс. То есть впервые наш печорский парень оказался победителем данного конкурса. Сегодня мы отобрали пять лучших бойцов военной комиссариат, этим занимался, которые примут участие. И также выберем из них лучшего из лучших, который, надеюсь, в последствии уже окажется победителем данного конкурса. В ходе конкурса участников проверяют на меткость, скорость и силу. Есть и теоретический этап, где призывникам необходимо показать знания истории своей страны. Оценивают конкурсантов представители военкомата и военнослужащие войсковой части 96-876. Ребятам это дает, прежде всего, право выбора службы в тех войсках, в которых они хотят. К примеру, победители прошлого года ушли служить войска специального назначения, военно-морского флота, воздушно-десантные войска. Это позволяет ребятам реализовать все свои возможности, все свои амбиции, желания и так далее при службе в вооруженных силах Российской Федерации. Конкурс важный, конкурс нужный. Он показывает в первую очередь готовность ребят, как физическую, так и моральную, к службе в вооруженных силах. Готовность их стать на защиту нашего Отечества. В ходе призывной комиссии многие начинают изъявлять желание пойти в те или иные войска, не понимая, что на самом деле этот конкурс, это путевка, это право выбора, которое они смогут реализовать, скажем так. Сегодня этот конкурс проводится на базе школы номер 4. Школа это нас передовая в плане военно-патриотического воспитания. Ребята из этой школы заняли третье место по республике Коми в рамках юно-армейского движения. В этом году в июне победили. Поэтому закономерно то, что этот конкурс проводится здесь. Ну и плюс очень важно даже ребятам, которые в младших классах учатся, в старших классах, посмотреть на то, как это все проходит, сделать для себя какие-то выводы. И понять, к чему им стремиться, каких достижений им необходимо достигать, для того, чтобы в дальнейшем достойно отслужить в вооруженных силах и достойно представлять там как республику, так и наш город. В этом году за звание лучшего призывника боролись Никита Гайденко, Даниил Девятков, Константин Иванов, Артем Лапин и Артем Торгашов. В этом конкурсе всех превзошел Артем Лапин. Именно этот юноша представит наш муниципалитет на республиканском этапе конкурса в Сыктывкаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова